время пол четвертого шикарная погода с облаками и мы чешем и я в предвкушении увидеть эти облака воочию прямо сверху вниз я в принципе ради этого напялила башмаки кроссовки смысле они шлепки а тут мокро я теперь так хожу иду смотря вниз чтобы не наступить в лужу сейчас посмотрим ну да трафик-тайм вот они наши дороги с коровкой приехал наш водитель наверное я пока не знаю движуха-движуха вот так все начинается мы приехали это муж туктимамы он будет водителем мальчишки расставляют вон разворачивают парашют покажу вам покажу чтобы знали как и чё вместе со мной знали а так выглядят сами парамоттеры они поймут они на вот это мы поедем о прикольно тут даже есть для ножек место так удобненько чё села и сидишь на самом деле у меня конечно за протяжению всю моей жизни был опыт с некими какими-то там условно это он это обратно несет плохой наверное со всякими там летающими средствами но почему-то это какой-то такой ну я просто поймала это вот только сейчас когда мне там полгода назад говорили про шар когда я там говорила чтоб он улетал отсюда а потом я собственно на нем каталась и и вот это вот чувство ощущения я даже не знаю как это объяснить но мне кажется что в этом есть зерно какое-то такое в баловстве своего внутреннего ребенка и тогда мне казалось если нет 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 я не я и хата не моя хотя вроде как все равно меня как бы есть не то что чувство страха нет но какое-то вот такое тык 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 к полетам оно все равно есть ну то есть это факт и возможно возможно у меня как раз таки оно и было что что-то не 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 завершенная вон с тех детских подростковых каких-то своих штук а сейчас собственно ковыряясь и вам рассказываю ковыряясь в себе и вам рассказывая я вот отлавливаю какие-то вещи и вселенная жизнь на мир подкидывает мне всевозможные варианты решения этих вопросов вот и сегодня у нас будет парамотор буду летать над облаками и еще попрошу посмотреть на нашу деревню и дом сверху работаем как говорится над собой хотя с другой стороны вроде а чё работаем трудимся тоже не скажешь но в любом случае это пойдет мне на пользу это однозначно посмотрим что из этого получится возможно моё внутреннее состояние откроется еще больше и будет еще круче и и и и жизнь моя будет еще круче после этого ну поживем увидим а вон там парниша принес новый парашют катют телегу смотрят на небо небо пока не очень хочет нам показывать что то гонка ковырт что то гонка ковырт где лом и ме ковырт пока как когда И, кстати, помните мои опасения там, не знаю, несколько часов назад по поводу своей реакции? Вот один из подтверждений. Я на ней не зацикливалась, я не парилась, я не гоняла эту ситуацию в голове. И она решилась ровно таким образом, как мне нужно. Поэтому летаем мы дешевле, чем на улице, больше, чем в два раза. Правда, попросили не разглашать цены никому, потому что это чисто по-свойски, по-братски или как там. И если вдруг кого-то приведут, тоже будет цена ниже, но чуть-чуть выше, чем мне. Так что, если что, обращайтесь. Вместо 130 долларов как минимум 80. Мы договоримся. 50 долларов, а что, тоже хорошо. Реклама парамотеров. Сейчас я только сначала сама полетаю. Прилетело много-много туч и ветер. Дядька сказал, что, короче, опасно летать в такую погоду и пошел есть. У нас все еще ветер и облака. Вот. И мне тут подумалось. Я помню... Вы разговариваете? Ну, пняны, я тогда пойду. Хотя я начала говорить, они все перестали говорить. Придется уйти, чтобы они продолжили говорить. Так вот, мне тут подумалось. Я всю жизнь... Ну, у меня, вернее, даже не так. У меня промелькнула в голове такая фраза. Ожидание смерти хуже самой смерти. И мне вспомнилось студенчество. Мои студенческие годы. Это было очень сильно и наглядно применимо к экзаменам, допустим. Когда ты сидишь и ждешь. И у тебя такое тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк-тк. То есть, ну, как бы ожидание. Ожидание и всегда ожидание, оно гораздо было волнительнее, чем то, что ты ожидал. Ну, потому что... Ну, я всегда старалась на экзамены не оттягивать сразу, идти. Там какие-то штуки сдавать. Ну, и серии типа, чё кота за хвост тянуть. Вот. И даже был смешной случай. Я как-то... Ну, да, наверное, по происшествию стольких лет, пофигу можно рассказывать. Я думаю, что это ни для кого не секрет, что в России права можно... По крайней мере, в то время. Это были 2000. Какой-нибудь пятый, наверное, год. Можно было заплатить и получить. Вот. И права, как бы, ну, я заплатила. А там типа с автошколы какие-то бумажки, чтобы там всё правильно было. И сказали, всё равно надо ехать сдавать. А так как у меня прописка в Сергеем Посаде, по-моему, в Сергеем Посаде, мы и поехали. Прописка у меня тоже такая же. За денюжку. Бомж я. Неважно. Вот. И там сначала была теория. И, соответственно, там какие-то вопросы. Но мне их потом принесли, просто сказали, перепиши и всё. А потом была практика. Ну, я-то чё думаю, а чё вот это ждать? Ну, то есть, бояться там. Ну, как это, что же, экзамен трясёт всё там. Ну, как это всегда происходит всё равно. Я не знаю людей, которые бы вообще были как слоны. То есть, я себя очень долго учила быть слоном, который вообще ни на чё не реагирует. И, в принципе, сейчас, научившись уже, я понимаю, что вот этого триггера, не триггера, а вот этого трон-трон-трон-трон, внутри его, в принципе, уже нет. То есть, оно как бы где-то ещё подвякивает. Но это всё исключительно по желанию. То есть, уже какой-то такой осознанной штуки. Вот. А тогда оно было. И было в таком достаточно активном. И когда ты стоишь, и у тебя ручки аж дрожат с этими экзаменами. И, собственно, вот с правами. И площадка. То есть, на площадке все собрались. Машины, там, какие-то люди, какие-то экзаменаторы и так далее, там подобное. Такие, типа, кто первый пойдёт? А я, ну, чтобы понимание было, я машину училась водить в Лаосе. То есть, я неподготовленная была совершенно. И меня это нисколько не пугало. Думаю, ну, ладно, сейчас на права сдам. Мне права-то нужны были, как один очередной документ, по-моему. Или просто, чтобы были, не знаю, либо, чтобы потом учиться можно было. Ну, что-то мне захотелось, короче. Права была возможность. Ну, почему бы и нет. И я такая, короче, думаю, ну, а чё, чё, чё кота тянуть? Чё ждать-то вообще? Я думаю, ну, пойду я, раз никто не хочет. А реально, все там спрашивают, кто первый, кто первый, кто пойдёт сдавать эту площадку. А никто не идёт. Ну, я и пошла первая. Вот. Сажусь туда, у меня ручки-то дрожат, ножки дрожат. А я-то думала, чё, он сам сейчас рулить будет. Я так и зашла и сказала. Я говорю, у меня там всё уплачено, рули сам. Меня выгнали. А, тут приехала. А, бензин принесли. Вот. Было очень смешно. И сейчас чё я вообще заговорила? Заговорила, потому что вспомнила про вот это ожидание. И захотелось поделиться, что, в принципе, оно тоже может быть абсолютно контролируемым. И если я раньше просто лезла а-ля на рожон, ну, типа того, что, ладно, я буду первая, чтобы не ждать вот из этой серии, то сейчас, ну, я просто как бы вот живу. Ещё, кстати, был очень показательный случай по поводу отсутствия вот этого тык-тык-тык-тык-тык. Потому что, ну как, если у тебя тык-тык-тык-тык-тык, обычно ни к чему хорошему это не приводит. И когда ты ровный, спокойный, как слон, то всё всегда хорошо. Это такое отступление от темы. Ну, это как бы, ну, у меня так, не знаю, как у остальных. И я себя очень долго как бы по этому поводу учила условно убирать это. И вот один ещё из случаев, это когда у меня, короче, был опыт, я когда-то приехала в Азию, наверное, через какое-то время, там, может, полгода, год, я ушла на ретрит в монастырь. Ну, то есть это там, не помню сколько, 10 дней, по-моему, обеда молчания, подъём с солнцем, медитации. Что-то там нам даже рассказывали. Там был Аджан Хуберт, по-моему, как-то так. На Самуи это было. И было очень интересно. Это было моё знакомство там с буддизмом, ещё с чем-то. Но оно было вот таким вот лёгким касанием. И, собственно, 10 лет оно куда-то испарилось. Но испарилось оно, пока не испарилось. То есть, ну вот представьте себе этот ретрит, 10 дней, в полном вакууме. То есть мы спали там на вот таких же, наверное, топчанах каких-то, с какой-то деревянной подушкой под головой. Не было никаких гаджетов, никто ни с кем не разговаривал. Сортиры, пастирушки там какие-то, там, где-то так, как-то, как придётся. Ну, такие спартанские условия, 11 лет назад, 10 лет назад были. Вот, и после того, как вот это всё закончилось, мы толпой ребят, ребят, кто там со мной был, ну, кто с нами все вместе были, там человек 10, нас поехали, мы поехали на Панган. Панган, это ближайший остров. И, собственно, взяли с самого начала мотобайки, такие куда-то поехали, там, горы Шморы. И я, короче, звезданулась. То есть, звезданулась так, что, ну, с самого начала я не заметила, а потом, когда, ну, чувствую, там, что-то ноет, когда уже выехали, там, где было освещено, тайцы заметили, что с меня хлещет кровь, у меня там было видно кость на ноге, то есть, ну, прям дырка у меня зашивали потом. Вот, всё разодрано, всё в кровище, ну, такое ещё, то ещё. Ну, там гравийка была, и я там медленно, то есть, ну, она очень такая сильная под откосом, и на мотобайке, мотобайк огромный, PCX вот этот, ну, для меня он был большим, опыта вождения почти нету, и он меня придавил, и, как бы, на ноге сделал дырку, и так далее. И, как бы, меня увезли в больничку, не в больничку, это отделение было, какая-то девочка в этом, в паранже, ну, в такой платке этих, мусульмане, зашила меня, воткнули прививку от столбняка и отпустили в освоясь, и сказали, типа, там, раз в несколько дней приезжать, там, швы, шмы, что-то такое, не помню уже, не суть. Вот, я умудрилась на следующий день, у меня же денег ещё не было с собой, я там взяла каких-то денег, ну, и взяла, называется. Вот, и, ну, немного, а мне ботобайк покосанный, там, ещё что-то там, ну, короче, я ещё умудрилась съездить на материк, нет, на Самуи, мне там принесли денег, с ним бежим, у меня карты все остались на Самуи паспортном залоге. Вот, и с мотобайком, то есть я вот прихожу, и мне этот чувак говорит с тебя тысячу долларов, 30 с фигом бат, 30 тысяч с фигом бат, а там пластик, ну, покорябанный. Вот, и я понимаю, что это, как бы, ну, неадекватно, но я знаю, что с тайцами, если ты начнёшь ругаться, то ты никогда не выиграешь, потому что они, чтобы не потерять лицо, просто уйдут, и ты будешь, ну, как бы, ещё хуже, короче, сделаешь. Остаться с ними нельзя так. Вот, и что я сделала? Я просто села, пока там что-то кто-то выяснялось, вот это всё там какая-то, что-то он там бегал, считал, с кем-то разговаривал, у меня вот нога вот эта зашита, ещё поднывает всё, несколько дней уже прошло. Вот, и я сижу, и я сижу, и я поняла, это как раз было после ретрита, что мне надо просто отключить голову. То есть я просто сидела у него этого, и отключила голову. То есть я не ругалась, я не прыгала, я не там не орала, не списывала кипятком на всех, что там, блин, ребята, какого ляда у вас тут пластика на три копейки. Вот, и так далее. Я просто сидела, знаете, как всё решилось? Приехала девочка, которая была с нами на ретрите, оказалась его одной из каких-то хороших подруг, потому что они вместе там фуллмунпатишмати и всё остальное. Потом ещё приехали другие ребята, они тоже знакомые, там ещё, ещё, ещё. Короче, я там заплатила, по-моему, 200 баксов, что ли. Вот, ну такие какие-то адекватные деньги, мне вернули паспорт, и всё решилось очень хорошо. И нога у меня там за неделю зажила, швы сняли, я уехала с этого пангана, и больше я там не была. Но суть остаётся суть, и факт остаётся фактом. Вот, то, что я могла получить кучу проблем, и то, что я получила, ну, в итоге по соотношению цена-качество, я осталась только в выигрыше. Вот, поэтому, если у кого-то ещё есть вот это судорожное ожидание, ручки не дрожат, и ещё что-то, у меня, кстати, такое бывает перед походом к стоматологу, это вообще трэш. То есть я до сих пор вот этот вот момент стараюсь как бы куда-нибудь девать, потому что на него я иногда, ну так, отчасти как бы, как сказать, мне приходится применять какие-то усилия над собой, чтобы убрать вот этот вот тремор вот этот вот от зубного. А так всё остальное, оно достаточно просто происходит, чего и вам желаю, потому что, убирая вот эту вот панику, убирая какое-то вот это вот мерзкое ожидание, когда тебя колочат, и так далее, ты открываешь себе путь к тому, что будет лучше для тебя. Вот, так что если есть такие чувства, старайтесь, чтобы их не было, и будет всё ещё круче, ещё лучше. Вот. Что там у нас с небом? А небо, смотрите, вообще всё затянуло. Со всех сторон. Ветер поменялся. Ветер поменялся. Рассказывает, что там пока у него один только в собственности, но он себе уже заказал ещё три, будет свою компанию открывать и свои парамотеры парамотить. Они всё занесли, потому что начался дождь и непроглядная мгла. Да, сидим, ждём. Я рассказывала лай-историю очень давно, прям очень давно, ещё в мои сочинские годы, то бишь это где-то 97-й, наверное, 96-й год был на дворе. Мы, у меня был опыт молодёжно-патриотического объединения десантников. То есть мы туда ходили, автоматы собирали, там, рукопашкой чем-то занимались. Ну, правда, я недолго занималась рукопашкой, мне мениски порвали на ноге. Вот. Но по всяким военным лагерям мне было прикольно шататься, то есть мы могли там на месяц куда-нибудь в лес уехать, или насколько не помню уже, вот, со всеми вытекающими изготовкой на костре, там, гранаты вот эти вот учебные, вся остальная лабуда, короче, ну, мне было интересно на тот момент и прикольно, то есть мы там всячески, что мы тут не творили, но это не важно. И что-то рассказывать начала, и после того, как завершилось какое-то очередное что-то там, не помню, что, в фитбол, помню, играли в его, нас взяли куда-то под Туапсе, то есть там нескольким человеком дали бесплатные прыжки с парашютов. Вот, мы с тренером, там, с его женой, еще с какими-то девчонками, мальчишками, не помню, сколько нас там было, это человек шесть, наверное, четыре, ну, это вместе со всеми. Вот, мы поехали вот в те далекие края под Туапсе, куда-то, в какой-то центр военный, где была подготовка профессиональная там этих парашютистов, ну, и нас, соответственно, и потом были прыжки. Вот, и что вы думаете, то есть первые там, по-моему, три дня у нас были тренинги, там, эти все подвесные системы, как складывать, раскладывать парашюты, что с ними там, куда и так далее, там, подобное всему, вот это мы у нас учили, ночевали мы там в этих бараках, ну, и так далее, и подобное, вот, и день прыжков, последний, собственно, день перед отлетом, отъездом, ну, на следующий день мы уезжаем с утра, вот, и первый самолет заходит, тех, кто там побольше, там, что-то у нас по весу выбирали, как-то не помню уже, чтобы там что-то сочеталось, вот, девчонки-мальчишки прыгают, такие все счастливые, довольные, и только нам в самолет садиться, вы что думаете, короче, поднимается такой вообще, а нас в воду кидали, ну, то есть прыжки в воду, в море, поднимается такое ветрище, такое ураганище, что самолет, вот эти, Ан, по-моему, я не помню, Крылыш, нам тоже там инструктаж проводили, как его, что, куда делать, вот, самолет, он говорит, не, я, говорит, никуда не полечу, а нам все у нас, как бы, вот, так что мои бесплатные прыжки, вот, в том подростковом возрасте, сказали мне, бай-бай, и мне было так жутко, как-то так, дискомфортно, что ли, то есть я до сих пор не понимаю, почему так произошло, но случай запомнился, вот, и сейчас, вот, вот опять у меня, попытка взлететь, а тут дождь, сколько всего она вспоминала, пока сижу зато, ммм, лайк, ну ничего, подождем, говорит, сегодня, мам Тукти говорит, что европейцы какие-то тут даже уснули, ждали, пока дождь кончится с утра, ну и мы подождем, а? лайк, я тоже сейчас усну, мы приехали в 3.45, в 3.45 мы приехали, сейчас время 5.20, и льет дождь, говорят, ну давайте вы, говорит, до 6 подождете, если дождь не кончится, то завтра утром, так что ждем, что-то мне это уже подсказывало, что так все будет, имея свой предыдущий опыт, ну ладно, что, Лая уже это, говорит, я пока посплю, ну пусть поспит, гамачок, и дождь, что-то не подсказывает, но и подсказывает, если ухм не будет, они не подсказан, сухо, и, так как ненавидем, Летний дождь, летний дождь, все пройдет. Лежу в гамаке, решила поделиться мыслями. Холодно. Я вот смотрю ютубчик, и очень много кто рассказывает очень правильные вещи о том, как, чего, куда, почему, в принципе, оно повторяется из раза в раз. У многих там какие-то практики применяют, многие просто как-то это все охарактеризовывают и преподносят в своих каналах и ютубах. Ну, пофигу. Я за другое. Я за то, что я не встречала еще очень-очень важную мысль, которая обязательно имеет место быть, но почему-то они и не говорят. То есть многие говорят о том, что надо представлять там что-то, визуализировать эти аффирмации всякие и так далее. Но есть такая простая истина, нужно, чтобы чем-то наполниться, чтобы что-то в тебя пришло. Нужно, чтобы что-то ушло. То есть нужно, как сказать, ну то есть я сегодня просто уже разговаривала на эту тему, это как бы в дополнение. нужно, чтобы из тебя ну то есть твои какие-то понятия, какие-то устои, какие-то такие штуки, от которых ты не можешь отказаться, как тебе сейчас кажется, чтобы они ушли. То есть если ты хочешь другую жизнь, то ты внутри должен быть другой. То есть, ну это какой-то такой очень важный такой момент, что, что бы ты ни делал, вот эти вот все там закрытые каналы, практики и так далее, все очень хорошо, но оно не сработает, если ты не готов убрать из себя то, что в тебе есть. Ну то есть это вот в теме к я, к ожиданию, к гордыне. То есть ты как бы всегда себе говоришь, что я там, как я там, я не попрошу там чего-нибудь, не скажу там, не сделаю, не встану, не лягу, ничего-нибудь. Вот. Но то есть у тебя есть очень много каких-то устоев, установок. Они могут быть хорошими, плохими, тебе важными, другим неважным. Ну то есть много. Холодно, блин, пойду одеваться еще. Пинки в Лаосе замерзнуть, в дыхе. И вот очень важная мысль о том, что если ты хочешь поменять свою жизнь, то себя старого надо тоже свои мысли, свои установки надо тоже как бы убрать. То есть ты не можешь, ты не можешь, вон, компот я пью, да, я не могу налить уже там, допустим, в половину у меня застоявшегося какого-нибудь компота. Я что, даже не буду наливать, я вылью вот эту всю гадость, помою и налью себе свеженький. Вот так же и здесь. Если хочешь другой жизни, больше денег, больше чистых отношений, ну не важно. То есть тебе надо расставаться со своими вот этими внутренними. Ну короче, выкинуть нужно, чтобы новая загрузилась. Иначе никак. Это важно. А все остальное не сработает. Я добавлю, я добавлю. Знаете, что я делала, короче? Я расскажу про себя. Там уже дальше смотрите сами, как хотите называется. То я что-то начала слушать и там категорично. Это чисто изнутри. То есть я не знаю всех-всех-всех. Может быть, кто-то там про что-то говорит и так далее. Я просто рассказываю, что вижу и слышу. Это так, поправочка. Чтоб не было там. Вот. А про себя расскажу. Знаете, чем, что я делала? то есть, когда 10 лет, 11 лет назад я приехала за границу в Азию. И чтобы, собственно, избавиться от себя той, даже не то, чтобы прям избавиться, но, то есть, чтобы была другая жизнь, надо как бы поменять себя, поменяется все вокруг. Вот. Я что делала? Я, короче, каждый день делала какую-нибудь штуку, которую я бы не сделала в обычной жизни повседневной. Притом, поначалу это были прям совсем какие-то такие прям маленькие, то есть, ну, не знаю, там, покататься в пикапе, в кузове, да, там, или там, встать за подножку какую-нибудь, там, в какой-нибудь тук-тук, ну, на улице проехаться. То есть, для меня это сейчас само собой просто разумеющийся. То есть, ну, как бы я бы даже не задумывалась, да. А тогда для меня это что-то значило. И, то есть, ну, и как бы я каждый день что-то вот такое совершала. Залазила там на какие-то краны, какие-то там, не знаю, строительные объекты разрушенные, неразрушенные. Вот, каталась там с кем-то куда-то когда-то. То есть, ну, просто там тусили что-то. Ну, короче, ну, тусили, понятно, что это уже не про... Что такого прикольного было? То я так что-то общими-общими заговорила. Сейчас еще что-нибудь из примеров расскажу. Я действительно залазила, кстати, на кран. В Бангкоке мы лазили на такой большой разрушенный, полуразрушенный дом. Там ходили по этим, по всяким штукам. То есть, тогда это для меня было, ну, как бы ненормальным, да, ненормальным для кого-то, может быть, остаться ночью в палатке, ночевать, а для кого-то это вполне разумеется. То есть, здесь ты делаешь что-нибудь просто из себя, что бы ты в обычной жизни бы не сделал. Притом, это может быть вообще что-нибудь маленькое. То есть, ну, как бы, и через какое-то время, то есть, ты прям ощущаешь, как что-то меняется, меняется в твоей жизни. Это очень прикольно. Вот, поэтому делюсь с вами. Это правда прикольно. Что сегодня все? Рыбка, говорят, жареная сегодня на ужин у нас. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. а нам пол ханков сомфий хенку и хотели домой ехать Акила говорит надо ждать пока он играть будет сейчас папа пофиксит барабан говорит кузина подарила и будут играть а акулель мы притащили а также оцениваем и а именно а а и а и ооо а а а ае а nэ а а а стесняется не детеныш все-таки застеснялся не стал концерты нам давать мы пошли сон а а а а и и и и